Всем хей, с вами я, Ван Грешник, мы продолжаем играть в гримсоу, хотел сказать, в падение вампиров, в падение вампиров мы продолжаем играть, в предыдущей серии мы получили записку по основному квесту у Сибиллы, разрешение пойти к совету, насколько я помню, и мы почти что накопили на суперский болт, у нас 3400, если я не ошибаюсь, из 3700, вроде как 3700 нам надо, и вопрос, а куда же нам идти? Ну, наверное, по основному квесту, потому что других плюс-минус дополнительных квестов быстрых я не вижу, чтобы получить золото, хотя давайте, знаете, как поступим, давайте пойдем, где-то тут был камень, подземелье, гибель охотника, да, давайте все-таки пройдем подземелье, мы увеличили фокус в предыдущих сериях, да-да-да-да-да, мы увеличили фокус в предыдущих сериях, а я думаю, нам его будет достаточно, чтобы пройти подземелье. Давайте, собственно говоря, это и сделаем, мы получим недостающее золото, надеюсь, кстати, тут почему-то тролль делает изначально в битве, непонятно почему, существует подземелье. Это же главный босс подземелья, если не ошибаюсь, почему тут так, укрепление. 225 брони, кстати. Блок, а, я могу блокировать эту. Еще один блок, давайте пока блочить, пока хп не стало отниматься, пока наш герой блокирует, так как только хп начинает отниматься, мы сразу используем укропс. Таким способом мы можем на большое число ходов увеличивать себе защиту, плюс наносить... Хотя это бессмысленно против противника такого низкого уровня, потому что мы достаточно быстро его можем забороть, атаковывая его. Ну, давайте, собственно, так и делать. 50 с мхп неплохо. Может быть, наконец-то сегодня, в сегодняшней серии мы накопим на молот и пойдем дальше. Пойдем дальше копить на что-то еще. Потому что, ну, пока урона, как вы видите, не хватает, но наносить по 20 единиц урона в данный период времени, я считаю, это мало. Бьем врагов мы очень долго, хотя не так долго, но все равно. Ну, не знаю, выходит интересно, то есть, не быстро, но интересно. У ворот, смотри-ка, падла такая. Хорошо. Я так понимаю, он вот так присаживается, это он готовится к каким-то камень, насколько я заметил, по крайней мере. Да, хорошо. Опыт, золото вот уже сколько капнуло. Кольцо, режущее урон, повышающее. Нам не надо, мы продадим, поэтому его. Так, ну, естественно, мы прошли практически полностью подземелье. Вот это. Несколько монет на земле остальной спешки стоит вообще брать. Да, бери, конечно. 133 монеты. Нам сейчас любые монеты пригодятся. По сути, по сути, что я хотел сказать. Нам не хватает совсем чуть-чуть. Я надеюсь, что с этого подземелья мы соберем оставшиеся монеты, которые нам нужны на молот. И, наконец-то, будем использовать молот в бою. Хорошо, 62. Неплохо килется, на самом деле. Опять же, пока тактика победная. Улучшение фокуса дало нам только усиление. Частота использования увеличилась. Даже начальный фокус мы увеличили. Сможем с самого начала боя использовать укус, хотя нафиг нам не надо. Но в любом случае, тоже преимущество, можно его подкопить. С таким фокусом мы видели с вами там 55, по-моему, фокуса требует. Сильный, мощный удар, да? Можно на 292 здоровья чуть ли не каждые два хода бить. И это имба. Если это так. Еще раз укус, и мы выходим с полным здоровьем с этого боя с победителями. А, нет, не полным здоровьем. 34 всего восстановил. Ну, мало. Мало, ну ладно, хотя бы так. Так, нет, я хочу это попустить. И я хочу забрать свою награду. По сколько то монет нам падает. А, все. Как-то быстро кончился первый этаж в этот раз. Так, их не вышло. Что-то какой-то неудачный заход. Смотрите. В этих... В этом подземелье, в первом же этаже, была просто, ну, куча противников. Куча зоота. Сейчас что-то пробежали, даже не заметили. Ничего такого нету. В некоторых пещерах пусто. Это странно. Так, 18. Ну, это уже, да, это прям критично мало. Критично мало, поэтому. Укус. Это основной урон нашего героя в данный момент. Так, еще раз укус. Ну, 60. Что-то там около того, да, снял он сейчас? Я следил за здоровьем, за своим, не за его здоровьем, ни за чем. Так, еще раз укус. Пофиг, что хп полное. Давай еще раз укус. Это все равно сильнее, чем усиленный удар. Так, вот такой удар был. Ой. Интересно, сколько дадут золота за главного босса? Потому что, ну, в прошлый раз мы босса не слили. Он дал нам люлей. И, по сути, подземелье мы не прошли до конца. И вопрос, а будет ли дальше спуск вниз? Ну, то есть... Подземелье мы пройдем, уничтожим босса, и на этом все закончится? Или... Так, мне уже не помочь. Вот, забираем усилие. Окей. А я переполнен. Спасибо. Это полный... О, флакон крови, да. Все? Да. Что я хочу сказать? Я отвлекся, короче говоря. Поэтому пофиг. О, второй этаж уже достаточно быстро прошли. Это странно. Так, ну, крысы по 400 хп уже пошли. 30 урона. 29 урона. Ну, плюс-минус. Дамажим мы одинаково друг по другу с этой крысой. Но я еще и отхиливаюсь. Опять же, если не было бы укуса, то хрен бы мы куда здесь прошли. И блока. Ну, блок он... Знаете, блок он работает очень странно. Он то на одном противнике может блокировать подряд все его удары, то с одним противником он может вообще ничего не блокировать. Когда как, короче, как повезет. Ну, 30% шанс, по-моему, у нас максимум. Ну, да, 31-30% где-то так. Сам щит дает что-то около 16, плюс у нас прокачано 15, ну, там вот где-то 30 выходит. Это не так много, с одной стороны. С другой стороны, ну, а куда выше? Выше ты уже его не прокачаешь. Если только покупать более-менее щит получше. Но там блок на 18% и на 17%. То есть, ну, не сильно выше. На 2%. Возможно, есть какая-то бижутерия на блок. Я не отрицаю. Посмотрим. Хорошо, что заблокировал. А, хотя вот так можно. Еще ЭКП восстановим. Еще у нас здоровье повышается от пассивки. То есть, у нас есть пассивка, которая после победы над противником... Ну, короче, после конца боя восстанавливает 15... О, кстати, 30... А, нет, нет, у нас только. Которая после победы над противником позволяет нам восстановить... Сколько там? 15% могущества. Да, 15% здоровья. А это что? Получается, будьте темные силы. Вообще, есть смысл менять тип магии? Вот тут все под вопросом. Но вот тут видно, что опыт... Опыт и там гора золота стоит. Нарисовано просто. Надо бы открыть гору золота. Мастер, приказ, мазь и знамя. Вот у вас следующего врага будут шипы. Такого не было. Такого не было. Ну, в плане шипов не было. Так, мне уже не помочь забирать. Да не надо, не надо, спасибо уже. У нас полный инвентарь этих зелий. Куда уже? Я тебе реально говорю, что ты их меньше стал. Ты посмотри. Мы в прошлый раз ходили в это подземелье. Тут была просто куча... Тут была просто куча комнат. 95 опыта. Спасибо. Серьезно? Страж подземелья. А разве на третьей глубине он был? Шипы. Отражение части урона. Блин, это плохо. Ну, давай броня. Плюс 225. 20 урона. Да, хорошо. Посмотрим, насколько сильно отражает. Ну, 6. Хотя, да, неплохо. Блин, вот хилиться бы уж пора, на самом деле. А я получу от этого урона? Нет, видимо, не получаю. Заблокируй. Не блокирует. Шикарно, я понял. Хорошо. Так, шанс уклонения. Это так, минус. Немножко не с того начали. Это плохо. Так, 44. Он готовится кинуть нас камень. Хорошо. На, как я полебал. По хлебалу. Сколько? 181 урон? Чего? Охрена ли так много-то? Какие 180? У меня же защита была еще на моем герое. 181 урон. Это что-то у нас 95 золота. 181 урон. Как так-то? Подожди, а сколько стоил молот? У меня, в принципе, есть палач. Мы можем его продать. Ну-ка, давай-ка сбегаем. В Коменград, да. 181 урон. А разве он так дамажил? Разве у него был такой дамаг? Я что-то вообще выпал на секундочку. Странная какая-то херня на самом деле. 181 урон. Чего-то много слишком. Так, 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 так. А мы вообще выполнили квест охотника. Сколько там надо? Кого надо было убить-то? Меня зовут Старший Охотник. Подожди, а мы же били призраков каких-то. По поиске пропавшего сына. Лейтенанты. Какие лейтенанты? А. Потерянная коробка с книгами. Подписать книгу. Оборотни среди нас. Найти оборотня в Коменграде. Оборотни начинают с разговора со слов похожие. На что нужно ответить? Сойдемся мы на том, что мы сойдемся. Не сойдемся. На руины Индезии. Повешенные. Последняя воля. И мастерство охоты. Убить пять слабых темных духов. Они питают лесу на севере от Коменграда. Так вот, четыре из пяти. Давайте сделаем. Поквест нам дадут золото. Хотя, погодите. Сколько нам не хватает? Да, пройдите, пожалуйста. Сколько нам не хватает на этот имовый молот? Может быть, мы уже можем. Так, так, так. Три семьсот пятьдесят четыре. Давайте продадим все, что у нас есть. Да, продать предмет. Конечно, он 9% дает. Но мне кажется, хрень полная. У нас уже щит получше есть. Три семьсот четырнадцать. А надо? Три семьсот пятьдесят четыре, да? Шестьдесят четыре. Хорошо. А если я возьму и продам свою булаву? Вопрос. Сколько она стоит? Так, снять. Что у меня еще есть? У меня больше ничего такого нету. На... Ну-ка, на-ка. Пятьдесят одна. Не хватит. Или сто шестьдесят четыре там надо было. А, шестьдесят четыре. Что, продаем тогда булаву? Тогда покупаем, да? Так, давай. Продать. Где он? Ну, все. Имбо. Прямо один в один почти вышло. Одна золотая меньше, больше. Пятьдесят два фукуса. Двести четыре. Да, все. Имба же. Имба же. Все, поздравляю. Мы купили имбу этой игры. Так, выбрать основным. Надо качать переносимый вес, потому что у нас уже 33 килограмма из пятидесяти пяти. Ну, посмотри, шикарный молот. Просто это гениально. Я даже его улучшу сейчас. Раз такое дело пошло, я его даже улучшу. Конечно, ковать. Конечно. Посмотри, еще урон прибавляет на сколько. Да похер, что неудача. Давай еще у нас куча этих камней вроде. Какая неудача? Кому ты врешь? Удача? Давай, удача. Какая неудача? Я тебе говорю, удача, говорю. Ты что? Удача должна быть. Ха. Ты что, издеваешься? Какая неудача? 70%. Ах ты падла. Ну-ка, 70%. А, нету. Серьезно? При 70% столько раз неудач. Ладно, хорошо. Так. Я считаю, теперь можно пойти мстить в подземелье. Но в подземелье мы не войдем. Там нужно 4 кровавых камня. Поэтому мстя в подземелье откладывается. Так, привет. Ты кто? А, это подлая женщина. Да, помню. Помню, помню. Блин, молот хочется на ком-то проверить. А кто нам давал люлей? А, подожди. Тут ежевыше находится с инвасом. Мы его слили, нет? Я вот не помню. Так, надо бежать куда-то на север. И где-то на север. Ага, вот кровь какая-то. Я, если честно, вообще не помню, где он. Так, это каменная соль. Мы его подбирали. Где-то тут должна быть лестница. Лестница, и должен лежать он. Блин, давайте выйдем на дорогу. Там вроде... А, вот она, лестница. И вот он, он. Да. Давайте. 400... Так, 2687. Нет, пока что выгодно все-таки... Ну, уже, да, уже нет смысла использовать укус на самом деле. Ну, вот вопрос. На укрепление тогда использовать? Получается так. 27... Ну, бьет... Да, больно бьет. Давай-ка отхилимся. Ага. Комбо прием, смотри-ка. Убрал собака такая. Ну, даже так. 23 фокуса, ты понимаешь. 85, 107. А если бы было 52, почти что 200... Почти 336 урона. Ах ты, падла. Он целенаправленно мне не дает, да, использовать на нем мой молот? Ну, меня уже устраивает базовый урон. Вот отсутствие защиты очень сильно, конечно, да, дает. С этим мы настрадаемся в ближайшее время, я думаю. Чтобы вернуть тело, вы заплатили одну золотую монету. У меня 0 золотых монет. Вопрос такой. Если я буду сливаться... И у меня не будет монет в этот момент в инвентаре. С меня что будут брать? Будут ли какие-то штрафные санкции нашему герою, так сказать? Типа, вот ты слился без золота. Вот, на-ка, тебе. Что? Ничего? Штраф по здоровью? Или какая-то такая вещь, наверное, будет? Давайте еще один раз попробуем. Просто нам не повезло. А так бы мы его, конечно, всекли. Надо метку сюда поставить, чтобы... Хотя в любом случае попробуем еще один раз. Если не получится, то не будем. Так, наверное, я... Сделаю сразу же вот так. Опять. Блок, отлично, хорошо. Блок был сделан. Блок был сделан, и это прекрасно. Хилиться я сейчас не буду. Я сразу его крит ударом. Да и все. Да. Хорошо, 71. Может быть, получится его сразу слить просто. Сильный удар плюс... А, не-не-не-не-не-не-не, можно отменить сильный удар? Трещина. И потом идет сильный удар. Вот так. На 8 трещина плюс ослабление брони. И на 312 кп удар. Ну, все как бы спокойно мы затащили, считай. То, что он нанес нам... Подожди. Да, у него все затащили. Уроном чисто забрали. Все неплохо. Смотри, молот тащит, реально тащит. Самая шикарная... О, опыт 22 уровня. Отлично. Самая шикарная покупка с последнего времени. Так, какие-то штаны, какие-то перчатки, или что это было вообще? Смерть будет лучшим решением для такой жизни. Погоди, я мог его не сливать. Да, я мог его не сливать. У меня был второй шанс какой-то сделать как-то. Я мог ему помочь? Или что? Подожди, я мог ему помочь или нет? Вот, ну это интересный момент. Так, броня 10. О, да, это лучше. Это лучше. Опыт оглушающего оружия сопротивления. Сопротивление магии. Ну, магия как-то более универсально звучит. Эти сопротивления к яду. Охотник... А, опыт дает. Уклонение, правда, убирает. Ну, пусть будет лучше опыт, чем 2% уклона. Кстати, 161 хп у нас уже. Что мы качаем? Оглушающий урон. Это, конечно, хорошо, прекрасно, и урон нам нужен. Но. Но. Я, кстати, только что допер, что максимальный урон от орудия. Как это, типа... Это, я так понимаю, прибавляет к нашему максимальному урону у молота. К вот этому базовому, фиксированному. 80. Чем-то будет прибавлена еще одна единица. Ай, блок жалко, нельзя дальше качать. Тут у нас уклонение... А, фокус при успешном уклонении. Это фигня. Уклониться от атаки хрень. Когда противник наносит смертельный удар, 5% шанс сохранить одно здоровье. Неплохо, кстати. 1% шанс контратаки при блоке с щитом в ближнем бою. Невозможно увернуться или блокировать. Или качать опыт с золотом. А, переносимый вес, кстати, нам надо. Максимальную нагрузку надо повышать, потому что у нас и щиты, молот. Все это растет, растет, растет. Надо это повышать. Вот так. Сколько теперь у нас? Из 63. Ну, хорошо. Хотя бы так. Плюс-минус более-менее нормально. Так, зелье надо поменять. Мы меняем зелье. Я про это чуть не забыл. Взять. Поставить большое. Все равно мы хилимся редко, поэтому ладно. Куда мы идем? Вообще, по идее, нам надо в дрейри мэйр. Или в аван вообще пойти. Слушайте, у нас так много леса не исследовано. Вот в аване. Давайте через аван. Пойдем до дрейри мэйра. До квеста до начала. И там уже посмотрим, какие противники нам выпадут. Может быть, квест какой-то найдем или еще что-то. А что я не прокачал-то? А, понял. Ну, давайте качать укрепление. Начальный фокус. Вот с начальным фокусом непонятно, что делать. Типа, можно ударить молотом со щитом, но это абсолютно бессмысленно. Потому что там не ошибка-то и много урона прибавляется. Так, мы знаем. И как бы смысл в этом весь теряется. Бить двойной атакой за 20. Поэтому проще щит... О, здорово, кто это? А, это палатка, в которой мы били этих. Этих, как его? Кто они там? Сержант или кто они? Капюшона, братство или еще типа того. Ну, вот типа я бегу по лесу. Типа, что-то тут должно быть. Какая-то загрузка произошла вот. Но ничего нет. Сундуков не вижу. Я понимаю, что сундуки раскиданы где-то здесь. Там вот они по лесам и так далее. Ну, и награды с них, извините меня, не сказать, что прям лау. Не по 750 золотых, знаете, сундука, чтобы за ними гоняться вот так, чтобы бегать по лесу, как придурок. Ну, это какой-то противник попался. Боевой солдат черн... Да, до свидания. С трех ударов положу тебе. Да-да-да-да-да-да, блок, да-да-да. Рассказывай. Вот теперь, кстати, имеет смысл качать максимальный фокус, потому что его будет реально не хватать. 76 очень мало. Комбо... Давай-ка до свидания, парень. Но это уже не враг, конечно, да. Это прям легчайше. Просто с закрытыми глазами практически. Открыть или... А два основных предмета? Нет, наверное, не будем открывать. Или рискнем? Нет, давайте будем их копить. Не хочу открывать, честно говоря. Итак, выбьем, что нужно. Я думаю, без проблем. Так, подписать книгу. Как-то мы быстро... Как-то мы быстро прошли. Мне казалось, куда дольше идти. Такое расстояние. А нет, оказывается, очень быстро. То есть не такое большое расстояние пробежать, получается. Где находится этот человек-то? А, я его пробежал. Ага, здорово. Отшельница Эрика. Так, бар мочит 3 плюс 5. И если я получу зелье скорости, возможно, я смогу снова что-то бар мочит. Можете подписать книгу? Бар мочит, подписывает книгу. Хорошо, спасибо. 50 золота дала, кстати. Неплохо. Откуда у нас 20 золотых было? Нам дали за... Что за музыка? Что за деревня? Руины Падок Вилледж, кстати. Что-то тут как-то грустно. Солдат... А, давай, до свидания. Жалко, нельзя комбо-умение молота использовать изначально. Вот это было бы классно. Хотя это было бы читерством. Ну-ка, на-ка, отхилься. Заблокируй, пожалуйста, удар, чтобы я лишний раз не хилился. Барин, зачем ты это делаешь? Можно сделать вот так и вот так. Неплохо, кстати. И отхилиться, если он не слился до конца, добить его. То, что 23 очка мощи, кстати, даже выгоднее, по сути, накопить максимум очков фокуса и просто бить на 23 фокуса ударами по сотке, предположим. Да, ржавый большой меч, хорошо. Выход из руин под Аквилджи. Здорово, ты как тут живешь-то, Адриана? Единственная причина, по которой кто-то мог хотя бы задумать приехать в это погом забытое место, это мое разрешение на уединенцию в совете. Итак, я предполагаю, что ты здесь именно за этим. Весь проделанный тобой путь уже является для меня достаточной причиной для выдачи письменного разрешения. Вот, возьми. Спасибо тебе. Ты, наверное, потерялся. Разворачивайся. Спасибо большое. Итак, теперь мы можем вернуться обратно, да? Давайте исследуем район. Так, а где мы вообще? А, мы вот эта точечка. Я иногда, когда, короче, глобальную карту открываю, я забываю, что наш герой помечен вот этим черепком. Я думал, что это, типа, какая-то метка стоит на карте, такое, а потом... Да, это же наш герой, по сути. Странная пометка, но ладно. Типа череп. Ну, вампир, что ты хочешь. Так, тут какая-то дорога, но, если честно, я ее не вижу. А, вот все вижу. Камень какой-то на дороге стоит. Показал, что... Ну, какой-то страшный звук тут, видимо, что-то будет. Выход из дрели Майера. Ну, вот и закончился страшный звук. Так, спиленное место. И битва с кем-то. Надеюсь, это какой-то слабый дух по квесту. Нет, это крысо-монстр. Крыса-монстр, которая сейчас... О, заточка же есть, точно. Урон-то орудия. Насколько? Насколько не показывает, но увеличен урон, поэтому давайте посмотрим. 109. А неплохо, кстати. А вот так. О, собака. Смотри, вывернулось. 9 урона. Я не понимаю, зачем наносить... 452. Я не понимаю, зачем наносить удар щитом. Он абсолютно бесполезен в плане нанесения урона. Но, типа, если противник не добит, бывают же ситуации, где остается там буквально 8-7 хп, да, ты берешь, наносишь удар, и противник отлетает. Но в таком случае, да, в таком случае в этом есть смысл. А так, в принципе, это какой-то бред. Так, здорово, мы с тобой разговаривали, да. Бежать недолго. Давайте переместимся, давайте переместимся. Мы же делаем зачем-то это зелье. Я считаю, пора идти дальше по квесту, потому что у нас что-то мы потерялись. И надо попробовать найти оборотня. Хотя мы вроде как в Камингараде с очень многими героями разговаривали. Так, в эти смутные времена совет... А, мы это говорили, да, согласиться. Тупые правила. Ладно, проходи. Я отдал, типа, разрешение совета, да. Ага, мы внутри, здорово. Так, по бокам бегать. А, что, кто это? Нас не должны беспокоить члены совета Марка. У меня есть письменное согласие от четырех старших членов совета на аудиенцию. Кто придумал это дурацкое правило? Мы слишком заняты, прошу уйти. Подождите, давайте узнаем, что хочет сказать этот незнакомец. У него есть что-то особенное. Он выглядит таким бледным. А это что, клыки? Как у животного? Мне нужна информация о чернокнижнике. Он напал на нашу деревню и убил всех ее жителей. Он сделал что-то со мной. Мне необходимо знать все, что вам известно о чернокнижнике. И что он сделал со мной? Смайлик, хорошо. Тот, кого ты зовешь чернокнижником, он когда-то был частью совета. Тихо, мы не должны об этом никому рассказывать. Ага. Нет, наш незнакомец должен знать. Хорошо, давай. Так, чернокнижник пришел из ниоткуда. Тогда он еще не звался чернокнижником. Был сам по себе. Но показывал невероятные навыки к изучению вещей. Необычных вещей. Он быстро добился места среди лидеров совета. И также быстро исчез. Ты достаточно уже сказал. Мы никак не связаны с его чудовищными дезодианиями. Нам ничего не нужно, кроме спокойствия и безопасности на наших землях. Помогите мне его найти, или будет хуже, или пожалуйста, помогите мне его найти. Ну, а что, угрожать им? Типа, ну, смысл? Давайте попросим, типа, если что, потом уже можно и угрожать, типа, нашему герою. Нам очень мало известно о нем. Он был очень скрытен. Он даже не жил здесь, а в Каминграде. Поселился в старом здании, немного к северу отсюда. Возможно, тебе стоит вначале побывать там. Однако, дома остались лишь одни руины. Люди называют их руинами Каминграда. Хорошо, спасибо. Так, а с ними разговаривать нельзя, да? А куда тут можно еще выйти? О! Я вышел за границу. Хорошо. О, коробка с ними неплохо. Так, книги, которые ищет Ирвин. Забрать. А это что такое? Это какая-то статуя. Он где-то проходит, а где-то нет. О, кстати, я прошел сюда. Может, секретик есть какой-то? Жалко, жалко. А могли бы секрет какой-нибудь засудить, на самом деле. Вот еще к этой колонии. Давайте подойдем. Может, какой-то секрет. Нет, нет секрета. А где этот Ирвин у меня вопрос? Вот ты Ирвин, да? Нет, ты шахтер. Это кусочек моего внутреннего света. Он будет сиять. А, вот он, Ирвин. А там написано Ирвин. Приветствую, пугу, шутка. Понятно. А, то есть, не понимаю, за что меня выгнали из университета. То есть, мы принесли ему книгу. Он называл нас пугалом. Мы отдали ему книги. И все, да? Гениальный квест. Гениальный квест. Хорошо, я понял. Отлично. Так, а... О. Так, камень. Что-то написано на камне. Я узнаю, куда пропал день. Хорошо. И моя задача что-то... О, здорово. Что-то найти. Я откроюсь лишь тогда, когда соберутся мои наблюдатели. Соберутся твои наблюдатели? Какие наблюдатели? Пройди, пожалуйста. Пройди. А? О, привет. Безликий кейл. Где? Когда я? Я пытался возродиться без марида. Застрял во времени. В пространстве. Отправь меня обратно, пожалуйста. Вихри. Они застряли. Освободи их, пожалуйста. Так, а новое здание вихри. Э, тут какое-то взаимодействие было. Так, какие-то вихри. Это что? Это кровь. Необычная кровь. Она темная, почти черная. Взять пробовал. Так, а сундук сокровищный. Пять осколков. Ничего нету. Ага. Майлшторм какой-то. Он как-то переплетен с тканью воздуха. Освободить. Опа, здорово. Так, меч и щит. На оружии какие-то странные метки. Похоже, оно заколдовано какими-то рудами. Возможно, кто-то в городе имеет необходимые знания и сможет подсказать, что они означают. Хорошо. Так. Да, он как-то переплетен с тканью и с воздухом. С каким тканью и воздухом, непонятно. Или там не было написано про ткань ничего. О, да, хорошо. А что мы вообще... Мы зачем вас обождаем? Кто это? О подготовке к битве. Зверь из руин Каминграда. Ну, так, подожди. У меня есть для тебя фокус. Смотри, зверь из руин Каминграда. Смотри, что я умею. Зверь из руин Каминграда. Смотри. Опа, 96 хп. Видал? Зверь из руин Каминграда. Сейчас смотри. Ищу магия. Смотри, вот. На. Опа, уклон. Мне кажется, они специально уклоняются от этой второй атаки. Потому что это выглядит странно. Так, двойной удар. Попробуй-ка уклонись от этого. 432 хп. Ну, очень сильно бьет. Очень сильно бьет. Надо улучшать защиту. По поводу урона можем пока вообще не беспокоиться. Я так понимаю. О, 23 уровень. Почти. Почти. Был бы сейчас, но нет. Так. Что? Куда? Кого? Где? Ага. Что-то написано на камне. Проклятие жаждой необходимо. О, сундук. Неплохо. 50 золотых монет. Ну, вот опять же. Казалось бы. Сундук запрятан. Подходишь к нему. А с него падает только 50 золотых монет. Ну, такое себе. Вот, ладно, когда осколки падают вот эти, да? Это еще другое дело. Но... Уйди, пожалуйста. Так. Но когда тебе падает просто 50 золотых монет с них. Ну, смысл какой в этом? Ну, я не знаю. Я не вижу. 103 хп неплохо бьет. Ну, я доволен, конечно, что мы по... Так, увернется? Нет. Я не увернулся. Я доволен тем, что мы купили этот молот. Это отличное вложение. Я считаю, что следующим надо покупать щит. Щит и пока вкладываться в фокус. Потому что начального фокуса маловато будет. Надо увеличить максимальный фокус, точнее. Так, отлично. Новый уровень. Хорошо. Я бы повысил еще, знаете что? Еще бы повысил грузоподъемность. На десяточку давайте сделаем грузоподъемность. Опыт бы еще повышал, но пока не буду. Надо качать блок щита на расстоянии и контратаку. Но пока тоже не будем этим заниматься. Я бы качал еще здоровье. От каждого уровня. 0,5 максимального здоровья. За каждый комбо прием. Произвести обычно так в конце комбо приема. Тоже неплохо. Получить 2% урона от орудия за здоровье. 2% урона от орудия за здоровье. Немножко непонятно, как это работает. Восстановление фокуса. Еще одну вставим. Пусть будет ровно. Начальный фокус неплохо, но надо максимальный качать. Потому что максимального крайне мало. Броня вот, кстати, да, надо. Плюс 6 урона от чего? От заклинаний. Стая летучка мыши. Шанс крит удары заклинаний. Ну вот еще броню надо качать. Потому что это 20% плюс к броне. Это очень много. Очень много 20%. Реально большой буст. Наверное, дальше будем качать именно его. Освободить. Ну все, возвращаемся обратно. Так, здорово. Готово, спасибо. Я тут уже годы сижу без Марида. А, это... Что там было написано? Я пропустил. Можно как это вернуть? Рядом с крыльями и шлемами. Блин, я пропустил. Что он говорил? Я пропустил. Я нечаянно 200 золотых. Я нечаянно нажал на экран. И квест весь скипнулся. Не знаю. Я почитаю, что он нам сказал в записи. Когда буду редактировать под конец. Наверное, давайте закончим на эту нашу серию. Увидимся в следующий. С тобой был я, Ван Грешник. Подписывайтесь на канал. Ставь лайки. Не забывай поставить колокольчик. Потому что видео уходит когда как. А колокольчик поможет тебе узнать, когда они вышли. И так далее. И тому подобное. Ну, я как бы не виноват. Я не хотел нажимать. Но вот как-то так. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok